Доброго вечера, дорогие телезрители! Меня зовут Вечерний Чаёк, и это новый выпуск Версус Кек Баттла. Это блять мои слова, ну ладно, ненавижу вас блять телеведущих, что один, что второй, всегда крадут приветствия. Итак, Чаёк, против кого вы батлите сегодня вечером? Мой противник, Кхем, скорее мелкая сучка на сегодня, это Кекчик Добрый. Демьянов сказал, что будет жёстко, расскажите про своего оппонента, и почему он вызвал вас на батл. Кекчик Добрый опять плачется из-за выборов, а ведь в Кекта им списали, что ни к чему хорошему, его возвращение не приведёт. И вот, свершилось, я должен был победить, но Кекчик обвинил меня в накрутке, и вызвал на батл, который будет решать судьбу выборов. Ну блять, как же это заебало, никто меня в накрутке не обвинял, кроме этого сраного Кекчика. Он теряет моё время, и новая программа по улучшению Кекляндии могла начаться сегодня, но вместо этого, я буду батлить с какой-то сукой. И что самое забавное, Кекчик сам себе накручивал, ибо у него ночью, как ни странно, добавляется плюс 30 голосов, ну что за хуйня. Поэтому, я думаю, что батл поможет поставить Кекчика на место, я не то что к нему плохо отношусь, но он провоцирует на это, ибо нихуя не добился, пропиарился на каналах, и всё. Ладно, всё остальное на версусе, удачки мне. Спасибо чёёк, удачи. Добрейший вечерочек, с вами Кекчик добрый. Да ну блять, приветствие уже было. Как, было? Эта сука у меня его украла? А знаете, почему я вызвал Чайка на батл? Ну и почему? Спасибо, что спросили. Потому что чаёк, это мой кусочек дерьма, я был первее, и я всяко лучше его, он крадёт мою славу, наживаясь на мне, ему важны только деньги. А ещё, эта сука накрутила голосов. Я то так не делаю. Ух, везёт мне на мрази, что керк, что чаёк накручивают, ну как так блять можно? А? Да, ну ладненько, проходите на арену, удачи. Спасибо, дружище. Всем привет ребят, с вами Ресторатор, Версус Кек Батла, и это новый выпуск. Пошумим блять. Итак, сегодня у нас батлит, кекчик добрый ячаёк вечерний. По итогам жирёвки, начинай ячаёк. Первый раунд, шуму блять. Эй, чувак привет, а ну улавливай куплет. Ты на телевидении три месяца, и вот, тебе равных нет. Ты сделал сраных пять выпусков своего ток-шоу. В одном ты плачешься, в другом мотюкаешься. А ну-ка нахуй пошёл. Мне стыдно с таким, как ты, на этой арене стоять. Пошёл два раза на выборы, и ты проиграешь опять. Ты обвиняешь всех в накрутке, ибо твоих фанов меньше. Я съем тебя на Версусе, как сосиску в тесте. И ты скажешь, что твои фаны мощные. Ну да, это малолетние школьницы, они тобой испорчены. И пусть ты будешь говорить, что чаёк, даун, он тут, не больше двух недель. И что ты сделал классный раунд, мне будет всё равно. О, ведь я знаю правду, кекчик, тебя отпиздил керк, и ты не будешь оправдан. Ведь это тебе не скурить пару грамм, и делать пакости моим рейтингам. Кстати о них, меня смотрит весь кекляндовский народ. Тебя же, проплаченный, тупой сброд. Пошёл на кек один, распиаренный блядин. Ибо сука, мало славы, выпить бы тебе отравы, и не ебать мозги народу, что заебался тебя слушать. Ладно, чё-то затянул я, пойду покушать, чтобы с тобой, мразь, не батлить на голову. Ёбаный желудок, да и тебе надо слёзы вытереть, ёбаный еблюдок. Раунд. Ох ты блять, ну что первый раунд, эмси справа, начинаем. Здорово чаёк, о тебе я слышал много. Говорят, что у тебя, ебать, какое крутое шоу. И что ты тоже баллотируешься в президенты, и даже занимаешь там первое место. Так вот, наступает конец всему, и твоей славе тоже. Кекчик пришёл, и никто уже тебе от проигрыша не поможет. Мне пофиг на то, что ты популярен, и ты всеми любимый. Кекчика доброго, а не тебя, любили все, до того как это стало мейнстримом. Я не устранимый, не устрашимый, а ты очень ранимый. Всем видно, что ты страшнее всех болотных кекимр. Ты очень часто делаешь выпуски и марафоны вечернего челька, но как ни крути, выиграю тут я, и моя победа громка. Я побеждаю всегда на всех выборах, не считая накрутчиков, но в каждых выборах найдутся они, всё равно, на них давно пора надеть наручники. Я популярный кекон, а ты самозванец, мечтающий славы. Даю тебе слово, мой враг, послушаю хуйню, раунд. Матержинники хуйновы. Второй раунд, эмси справа, начинаем. Ты можешь обозвать фашистом, что ненавидит ветеранов, что обожает аниме, и это максимум твой раунд, ибо на большее ты не способен, это ёбаные слухи. Да, мне сосал сам сына Ракушина, отдаю тебе муги, ну а что? Тебе не впервой получать остатки, скажи мне хоть спасибо, а то останешься девственником нахуй. И да, я же кушал, тут стоял мой клон, ибо не вижу смысла видеть, как читает клоун, и всю твою клоунаду, что развёл ты в Кикляндии. Будь я на месте твоей матери, мне бы было б стыдно, ибо воспитала шлюху, которую не катали на катере. Да, ты правильно подумал, тупая шлюха, тебе место в подворотне, фу, мне аж тошнотно, тебя там будут неохотно ебать бомжи, ну кекчик, что поделать? Такая жизнь, ведь, после всех твоих истерик, народ тебя любить не хочет, ты сам меня обвинил в накрутке, и всё, на этом точка. Ты жалкая ебланища, как Ларин, только хуже, он хоть успеха добился, а ты до сих пор, не нашёл себе мужа. Что будет ласково ласкать, и успокаивать, после провального эфира, успокойся дорогая, нюхни кокаина. Вот так ты представлял, свою дальнейшую жизнь, хорошо, боюсь расстроить, тебе бы глотку перегрызть, ибо заебал уже, со своими мечтами, и между нами, скажу тебе прямо, пошёл нахуй, раунд. MC слева, второй раунд. Начинаем. Ты думал я хуй, а хуй там был? Кекчик ставит мат в два хода, остуди свой пыл. Твой текст уныл, я тебя убил, твои кости раздробил, твой труп в море утопил, но он сука всплыл, твою голову рубил, твой труп вскрыл, бензопило его пропилил. Тут аморальные строки, а чего ты ещё мог ждать на батле, против меня? Подойду к тебе, и такому щенку как ты, как следует дам ремня. Может, в какой-то степени ты крут, но против меня, тягаться не надо. Ты выбрал не того противника, я профи, а ты новичек, твой путь домой предугадан. Выпей яду, ты лошара, наеблет к тебе сяду, сделаю в Кекляндии порядок. Не ждал такого расклада? Но мне похуй как то, я нападаю первым, ведь я не привык падать. Между моей победой и мной я давно уже убрал преграду, хотя не буду тебя тревожить, ведь ты и так уже дышишь наладом. Ведёшь вечерний чаёк, но делать тебе его нет смысла, про него все люди несомненно забудут быстро. Я же веду новости на первом Кекевском, в этом деле не без популярности искр. Стараюсь изо всех сил, людям лучше будет со мной, чем с тобой, когда я буду президентом, а не новостей магистром. Раунд. Эмси справа, третий раунд, начинай. Как жалко, что я не смог опять поставить клона, и уйти покушать, я выслушал такую хрень, и как теперь промыть мне уши? Ты блять такой ущербный, что нельзя передать словами, и вот у меня один вопрос, ты вообще окончил садик? Ну блять, ну как можно было такое сочинить? Хотя знаешь, мне б стоило тебя купить, будешь развлекать гостей, у меня в прихожей, пока я буду заниматься делами, а ты, играть своей рожей. И будут гости насмехаться, все будет как обычно, до тех пор, пока ты сука не состаришься, и будут шутки неприличны, ибо маразм, твое больное место, и пустим мы тебя на тесто, и кинем к бомжикам, у подворотни, а их там и десятки, сотни, там хуй тебе лишь будут сниться, хуй в очко, ну как так можно опуститься? Мне тебя жалко, правда очень, но прости, ничего поделать, у тебя засос от порчи. Мне нечего уже сказать, ты просто лёгок, раскусить тебя сможет, даже пара тёлок. Да, там даже кусать нечего, вали нахуй с арены, там за тобой приехали, ты что, не слышишь сирены? Скорая помощь ждёт тебя у порога, да, это я её вызвал, тебе нужна подмога, по жизни и душевно, ты скажешь мне спасибо, а когда ты встретишь меня на улице, улыбнёшься криво, ты сам себя опустил, до такого уровня, и повторюсь, мне тебя жалко, жалко и халтурино. Раунд. Что блять? Ты зачем психушку вызвал? Ну всё блять, я наберу корешем, тебе пизда, мразь тупая. Ты как посмел на Кикчика, доброго лезть? А? А? Отпустите меня идиоты, он же прикалывается. Что блять? Психушку вызвали. Чаёк, ты ебанутый? Хотя, шутка отличная. Ну ладно, дайте Кикчику, третий раунд дочитать, а потом опрос зрителей. Видимо, читать он не будет. Ну ладно, сразу к голосованию. Братва, перед экраном, под видео есть голосование, у кого будет больше голосов, тот и станет президентом Кикляндии, если ты посмотришь батл позже, чем проголосуешь, ты пидор. Всем до свидания, а это был Версус Кик Батл, пошумели блять. Что можешь сказать по поводу батла? Это был пиздец, но надеюсь, зрители не ошибутся с выбором. Я конечно думал, что будет чуточку сложнее, но видимо, я переоценил Кикчика. И да, привет от Керка. Он не плакал на арене, это были слезы смеха. И после батла, Керк отпиздил Кикчика. Но Кикчик это скрыл, чтобы не портить репутацию. Ладно ребят, пока, увидимся совсем скоро, когда стану президентом. Кикчик, что скажите по поводу батла? Вы понимаете, что эта сука нарушила закон, как, всё это недоразумение закончится, я его найду и отпишу. На этом всё. Голосуйте за меня, всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.